Губернатор Новгородской области Андрей Никитин принимает участие в Международном форуме инновационного развития, который в эти дни проходит в Москве. В технопарке Сколково собрались ведущие мировые эксперты, ученые, предприниматели, инженеры. В течение трех дней они обсуждают будущие модели развития бизнеса, государства и общества, а также перспективы международной кооперации в области инноваций. Алена Сувтина с места событий. Второй день форума открытой инновации посвящен цифровому государству. И начался он здесь, в Сколково, с публичного интервью губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Тема «Цифровая экономика среди бездорожья». О последнем наслышаны даже те, кто задавал главный вопрос. Как внедрение современных технологий может помочь нашему региону? Все предельно просто. Наш регион на самом деле уникален. Близость к столицам и Европе, безусловно, привлекает предпринимателей, которым важна логистика. А наш университет, который готовит и IT-специалистов, и медиков, может быть интересен для развития стартапов на стыке IT и медицины. Телемедицина как раз тот сектор цифровой экономики, который здесь и сейчас может сделать жизнь новгородцев лучше. Небольшая по населению, там живет всего 620 тысяч человек, и из них 300 живет в Новгороде и вокруг Новгорода, и остальные 300 живут по районам. И, конечно, когда большая территория и мало людей, там невозможно построить, например, классическую больницу с большим количеством врачей, потому что это очень дорого и очень сложно этих врачей туда заманить. Но люди-то хотят жить хорошо, люди хотят лечиться. И, допустим, то, что связано с телемедициной, то, что связано с технологиями удаленной диагностики и так далее, это все позволяет поднять качество жизни и при этом сделать это наиболее эффективным способом. И, на самом деле, это не разные вещи, работа над текущими проблемами, и проекты национально-технологичные инициативы, проекты цифровой экономики. Эти проекты – это просто способ решать текущие проблемы хорошо. Чуть позже в стенах Международной гимназии Сколково обсуждался уже вопрос современного образования, точнее того, чего ему не хватает. Ведь строительство современных школ даже в нашем регионе не может решить главные проблемы. Сегодняшний разговор в том числе мы видим как отправную точку к движению подписания того акционерного соглашения между основными стыкхолдерами. Это функциональные заказчики регионального образования главы субъектов Российской Федерации. Это, безусловно, те люди, которые формируют содержание. Это, безусловно, власть, промышленность и наши федеральные вузы. С тем, чтобы мы очень четко понимали, какая функция у каждого, как мы взаимодействуем и кто на каком этапе является для кого заказчиком. По мнению главы нашего региона, преемственность появится тогда, когда университет придет в школы, а в вузы начнет приходить бизнес. Тогда будет выстраиваться единая линия. У нас школы находятся на муниципальном уровне, у нас система колледжей находится на уровне региональном и, в общем, всегда это такая падчерица у региональных властей по факту. У нас университеты это федеральный уровень и никто и никогда не думает о том, как ребенок, вот как вы сказали, от садика и до как бы некого выхода во взрослую жизнь, как он учится. И как он учится потом, потому что сегодня не учиться после того, как ты закончил институт, невозможно. И здесь огромное спасибо Министерству образования, что вы инициировали вопрос о передаче школ на региональный уровень. Мы в этом участвуем сейчас и такой пилот будем делать в следующем году, потому что, ну, для моей небольшой по численности Новгородской области, действительно каждый человек это человек, который должен получить максимум от системы образования. И вот именно так на нее надо смотреть. Современное образование это еще и инфраструктура. Эксперты сегодня сошлись в едином мнении. В каждом регионе должен быть хотя бы один Сириус и один Кванториум. Последний в нашем Великом Новгороде открывается уже сегодня. Символическое нажатие кнопки состоится здесь, в Сколково. Подробнее об этом мы расскажем вам в наших вечерних выпусках. Из Сколково Алена Сувтина, Олег Федоров, Новости, Новгородское областное телевидение.